Приехали на набережную, какие-то работы ведутся, асфальт ремонтируют, а здесь только это движение. Вон машинки, смотри какие машинки, дорожные стоят. Вон река Волга. Так, и мы едем куда сейчас, в центр поедем, да? А нужно потом к стрелке сходить, не ели по конфетке у меня, я не ел еще и не дошел. Нет, 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 ты слушал эту яму. Может кто-то ставим машину? Давай где-нибудь здесь оставим. Никто не едет? Да, 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 там этот свадебный. Вот здесь парковка, мы сейчас установимся около какого-то, наверное... Ой, 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 как люди? Ну вот, мы приехали, это набережная. Но мы сейчас пока пойдем в центр. Вот здесь вот у нас именинник везет колясочку с Демушкой, да, Дема? Ты мой хороший. Вот. Выходим на набережную, а тут стоят такие лимузины классные. Свадьба, наверное, да? Похоже, пошли там, да. Красота. Смотрите-ка, столько тут гостей влезет. Вот это да! А где ж они ездят? Где ж он завернет такой лимузин? А, вот поменьше, лимузин-сервис. Может, прокатимся на таком? А? Может, мы туда наймем? Наймем? День рождения все-таки ведь? Не просто так. Вот это да! Вот эта улочка идет от набережной и мы идем к центру. В Ярославле очень много церквей, монастырей есть. Голубые сосны, ели, голубые ели. Такое место тут, уголочек такой райский. Риственница. Вот тут макет, план города Ярославля. А, это вот набережная, получается? Где? А, вот это река, да? Да. Ага, вот река Волга. А мы вот где-то по переулочкам-то шли, по проулочкам этим. А не вот эта вот площадь? Нет. Советская площадь. Вон вижу Советская площадь. Она не красная? Нет. Или как? Стрелка. Стрелка. Или с той стороны? Нет. Компас вот. Ну вот здесь вот Волга. Ты же куда вот выходит? Вон Собор-то, наверное. А, вот он тут наверно, да? Ты куда полезешь? По компасу. Вот здесь, что ли, думаешь, стрелка? Нет. Думаете, мы не тут? Ну ладно. Да. Ну вот зал. Волга. Да. Река Которосли. Где тут? Не показали? Волга. Да. В Волгу впадает река Которосли. Вот Которосли, набережная Которосли. Вот, видишь, вот она. А, так вот, значит, здесь тогда получается стрелка. Вон тут собор. А где фонтан? Вон. Фонтан. Это собор, который... А это мы тут не получается? Это собор-то мы тут, да? Вот этот собор на стрелке, который, да? Вот собор построит. Нет, это не этот собор. Это другой, он там дальше. Так, дальше? Покажи. Покажи, Дениса, где мы сейчас находимся? Мы находимся где-то вот здесь. Нет, так ты на церковь, ткни. Вот она она, церковь, вот она она, да? Вот она она, ага. Вот здесь мы сейчас находимся. Вот он собор. Вы тут? Да, наверное. Ну, кажется, вон уже. Ну, не надо, не надо так. А дело в том, что этот герб, который был как раз принят, окончательно ярославский, это медведь секирой. Медведь-то в Ярославле был герб всегда, но он то трезубец держал в лапах, то ничего не держал. А в честь того, что когда-то Ярослав Мудрый по легенде секирал, медведя убил, я вам это на стрелке буду рассказывать. Но то вот в гербе, вот так выглядел герб Ярославля, принятый Екатериной. Почти в таком же виде он вышел на нас. Ну, вот здесь вот все ясно. Примерно о центре города. Вот мы с вами начали экскурсию вот там, где заканчивается вот это бульварное кольцо. Вот это, вот оно. Это как раз и был Ярославский Крем. Здесь всегда видно, вот как он как раз загораживал город. Вот там Волжская башня торчит. Вот здесь вот старинная, сейчас я тяню руки. Вот здесь старинная башня торчит, Знаменская. И вот, и у Спас-Преображенского монастыря вот эта башня, одна из самых крупных башен, Ногольческая стоит. Все это входило в состав вот этого Ярославского Кремля земляного города. Первый же Кремль был на стрелке, вот на этом мысу. Рубленый город он назывался, так как мы туда поедем, я вам это расскажу. А мы находимся, вот храм, вот он как раз храм. Дело в том, что все здания, которые здесь 3D, это все здания, которые охраняются ЮНЕСКО как план города. Вообще ЮНЕСКО охраняется именно планировка, которая у нас в Ярославле дошла с того времени. Поэтому сейчас в центре запрещено строить дома больше 10 метров, то есть больше трех этажей, чтобы сохранить вот облик такого купеческого города. Где-то, конечно, мы встречаем более высокие здания. Здесь примерно на стрелке стоит Хрущевский дом. Но дело в том, что это было до этого указа, до того, как ЮНЕСКО охранялось. Но сейчас город сохраняется все-таки вот в таком. Сталинские дома мы проезжали с вами, да, они все-таки все выше. Но тем не менее, вот так сохраняется город в этом виде. И мы видим, что наконец-то в генеральном плане Екатерины, а ее любимое дело было полукруглая площадь, который веером расходится в улице, повторяет практически вот эти вот заградительные стены Кремля, которые в Екатеринское время еще вот в разломанном непонятном виде, вот это вот место, оно существовало. Вот. И делается вот такая площадь. Несмотря на то, что кафедральный собор был там и центральная площадь была все-таки около собора, она была главная, но не центральная. Центральная стала у Ильи Пророка площадь. И вот такой появился у нас план города лучами. Это любимый план, который когда-то она, Екатерина, решила повторить Римский Рим. И первая появилась в Петербурге, конечно, вот эта круглая площадь, а потом уже и в других городах она очень любила. Особенно это видно, кстати, в Костроме. Там стоворода называют площадь. Ну, сейчас мы это посмотрим все в реале. Вот Советская площадь. Вот такая она тут большая, огорожена. Тут машины не ходят. А это здание, мы так поняли, что мэрия, да? Ну, это областная какая-то, губернаторская. Администрация. Администрация там губернаторская, да, находится? Да, губернаторская. Ага. Ну, там раз раньше была губернаторская резиденция. Ну, вот эту площадь пришли. Ну, так, ну, когда вот эти витаря. Ну. Тут, наверное, поблизости. А, поблизости поставили, да? Вот типа обком по-старому. По-старому, угу. Да, точно тут. Правительство Ярославской области. Губернатор. В этом здании. Сейчас уже, да, машины едут. Это здание правительства. В этом здание. Ярославской области. В таком, это здание. Это все здание правительства. Фонтаны. Ох, красота. Часовенка. Мы покушаем, когда на обед сходим, ладно? Вот такая красота. Вот мы сейчас у фонтанов решили остановиться, у нас сладкая парочка тут. В общем, прогулка у нас замечательная. Внучки еще тут рядышком, да. Мы гуляем, сегодня погода еду. Да, сегодня как заказывали. Да, погода замечательная. Фонтаны какие потрясающие, вы посмотрите. А мне кажется, вечером они подсвечиваются, это вообще красота. Да, подсвечиваются. Вообще. Пойдем еще на лавочку влюбленных. Да, 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 сейчас и туда подойдем. Ну вот они, присели на лавочку влюбленных. Малышок, наблюдаем, вон, смотри, какая красота. Очень красиво. Тут такая карта Ярославля нашего. Мам, да? Ага. Ну, в общем, куда ты залез? Мам! 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 Ясно! Мам! Мам! your а Продолжение следует...